Здравствуйте дорогие друзья! С вами Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщина. Есть у меня еще один ордодендрон. Ордодендрон лесопадный сорт Зарина. Сорт немецкой селекции. Он у меня уже третью зиму будет зимовать. И в этом году он у меня уже цвел. Как он цвел, я ссылочку оставлю в описании. Мы, как скажет мой сын, немножечко развиваемся. Научились делать ссылки. Вот такой вот небольшой кустик. В этом году, в мае он у меня цвел. И всего была у него одна цветочная почка. Я над ней очень сильно трясся. Боялся, что она не перезимует, вымерзнет. Но она перезимовала. И ордодендрон лесопадный сорт Зарина порадовала меня своим красивым цветением. Всего лишь одной почкой. В этом году он себя чувствует неплохо. И заложил раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь. И вот восьмая почка. Восемь почек. Так что я думаю, что в следующем году это будет очень красивое зрелище. И чтобы сберечь эти почки, сейчас я его буду укрывать. Я уже поставил над ним вот такие вот дуги, три штуки. То есть, чтобы это была такая опора. Вот снега хорошая. Вот. Меня уже многие очень покритиковали за то, что я их укрываю. Рододендрон листопадный. Перед домом у меня посажены еще шесть молодых кустов. Но скажу так, что... Мне совсем это не сложно сделать. Вот. Когда я работаю с растениями... Сегодня вон укрывали тую уже. До этого очень много укрывали хвойных. Мне это доставляет удовольствие. Я отдыхаю душой. Немножечко, конечно, там напрягается тело. Но когда вот такая вот хорошая, приятная, солнечная погода, то это для меня наслаждение. И для меня это совсем не сложно. К тому же, те кустики, которые у меня около дома находятся, шесть кустов, я их только в этом году весной посадил. И все растения, даже которые очень зимостойкие, в первую, как бы, зиму, все рекомендуется прикрывать, притенять. Вот. А тем более те, которые у нас считаются условно зимующими. А рододендроны в Тамбовской области, конечно же, являются условно зимующими. Это их, конечно же, не аборигенные виды, так как их у нас и в садах-то, вот, ну, допустим, в нашем небольшом городке. Их здесь и нет совсем. То есть, я еще пока ни у кого не видел, чтобы у кого-то в доме или около дома, или где-то там на заднем плане, на дворе, цвели такие шикарные растения. Вот. Поэтому я накрываю. Еще одной причиной вот такой вот усиленной конструкции является то, что вот здесь вот мы построили беседку. Беседка покрыта металлочерепицей. И зимой при малейшей оттепели с нее сходит снег. Снег сходит лавиной. И падает он, конечно же, вот сюда. К тому же, еще одним условием является и то, что второй уровень отсюда метет снег. И здесь образовывается такой именно снег, очень уплотненный, который наметается. Если кто знает, кто зимой чистил снег, очень много, то после любой пурги, после любой вьюги, снег чистить очень тяжело дорожки. Так как вот этот снег, набитый, он очень тяжелый. Весной это все начинает набухать водой. И вес этот, конечно же, в несколько раз тяжелее. Огромные сугробы. Ну, поломать вот эти веточки. Ну, прям на раз-два плюнуть. Тем более, когда вот эти вот почки, как сейчас, вот у нас сегодня утром было минус 14 градусов мороза. Вот эти вот почки поломать, это тоже прям вот. Ну, вот я до них дотронулся. Это вот все такое вот еле-елешное. Вот. Этот льдодендон, ладно, будет укрыт снегом. Еще очень много говорят о том. Я смотрю очень много информации. Ищу информацию новую, постоянно не останавливаюсь на месте. Вот. Еще говорят очень много о том, что у кого уже большие кусты рододендронов, ну, то есть полтора метра, два метра в высоту, даже такие листопадные. В феврале месяце, когда птичкам есть нечего, они съедают вот эти цветочные почки. Это поступила такая информация от людей, которые уже не первый год сажают рододендроны, и они показывают это, и они говорят об этом. Так что даже большие кусты, дабы сохранить вот эти вот цветочные почки, которые уже не поломает снег, которые у нас акклиматизировались, уже растут много-много лет, 10 лет и больше, закрывают притеночной сеткой для того, чтобы птички не выклевали вот эти цветочные почки от голода. Ну, а сейчас я поставлю камеру, и мы с вами закроем этот рододендрон. Итак, друзья, подготовил Лутросил, Лутросил купил новый, плотностью 60, и еще что хотел сказать. У меня есть ролики в начале где-то моей съемочной карьеры про рододендрон фантастику и про рододендрон новозембла, которые у меня очень сильно сопрели после того, как я их укрывал зимой. Я понял свои ошибки и понял то, что вот сами рододендроны закутывать не надо. Их нужно укрывать только по каркасу, и чтобы Лутросил с самим растением не соприкасался. Поэтому у меня вот такие большие зазоры между растением и Лутросилом будут для того, чтобы именно почки вот эти и само растение не выприло. Одну секунду, друзья. Ну что, отвлекают. Один телефон снимает, по другому телефон звонят. Дела не отложены, срочные. Извиняйте. Итак, мы продолжаем с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, вот так вот получилось у нас укрыть в два слоя. Где-то получилось даже три слоя. Сейчас еще сверху прижму. И на этом все. Так, это, наверное, будет очень длинная. Может быть, положить пару флиточек сюда, которые вот у меня остались. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот так вот я думаю, что теперь ничего никуда у нас не денется. И ветром сильным все это не расшвыряет. Итак, всем пока. Всем всего доброго.